Всем привет! Вы слушаете подкаст All Games.ru номер 82. С вами его ведущий Вирджил Кридимаус. И сегодня мы поговорим про игры 80-го уровня, то есть года. Что было в те в дальние годы? Один пиксель улетает от другого на маленьком экране или крестики-нолики, или возможно что-то ещё более примитивное, но на самом деле и в 80-м году хватало интересных проектов, и сегодня мы о них поговорим. Да, 80-й год, заря компьютерной эры. В силиконовой долине мирно пасутся бронтозавры, покусывая доисторические папоротники. Но почему мы выбрали 80-й год? На то есть несколько причин. IBM PC появился лишь в 81-м году и сначала не имел большого успеха у создателей игр. А популярные компьютеры, такие как Commodore 64 и The X-Spectrum, появились лишь в 1982-м году. Приставка NES впервые появилась в Японии лишь в 1983-м году, а спустя 3 года в США и Европе. Macintosh, Amiga, Mega Drive и Super Nintendo всё это случилось гораздо позже. Поэтому интересно вообще посмотреть, что же было в 80-м и на чём люди играли тогда. Ну конечно же на игровых автоматах. В 80-м появились такие арикадные хиты, как Pac-Man, трёхмерный Battlezone, Missile Command, основанный на страхах холодной войны. Проекты, которые изложили ряд базовых концептов, определили язык и выразительные средства геймдизайна и обрели огромную популярность. Сколько лет прошло, а Pac-Man до сих пор остаётся узнаваемым персонажем, про него даже делают игры. Но в 80-м существовал уже и рынок приставок. А за место под телевизором боролись первая консоль от Atari VCS или 2600, консоль от Metal Intellivision и Channel F от Fairchild, ну и многие другие. И многочисленные варианты того, что называют выделенной консолью, то есть такие, где были зашиты всего несколько игр в память, и в них-то только и можно было играть, то есть не было возможности расширения. Это были какие-то простые варианты игры в Pong, её разновидностей, какие-то игры с шариками. В 80-м году в Советском Союзе тоже уже выпускались подобные консоли, со встроенными играми, например, Electronic Video Sport. Были и карманные игры. Одноигровки Nintendo Game & Watch как раз появились в 80-м. Потом на их базе у нас выпускались многочисленные клоны, про того же зайца из Ну Погоди, который бьёт яйца волка. Но также была и консоль Microvision, которая использовала картриджи. Но среди компьютеров, которых тогда уже было немало, лидирующие позиции занимали такие компьютеры, как Apple II от компании Apple, TRS-80 от Endy, PET от Commodore, ну и самая новая серия Atari 400-800. Для компьютеров уже начал появляться свой рынок, где вовсю повыпускались коммерческие игры, и некоторые из них очень даже впечатляли. Да, и одним из жанров, который получил развитие в среде компьютеров, стал Interactive Fiction, или же текстовые квесты, интерактивное чтиво. И одной из самых популярных игр стал Zork. Это имя стало легендарным, из него выросли мемы, к нему ведут отсылки в других играх. В него можно поиграть в одной из частей Call of Duty Black Ops. Ну, что это такое? Zork — это квест или адвенчур, где все команды вводятся текстом, и также выводятся все описания на экран. В него можно играть и без монитора, если подумать об этом, просто печатая ответы компьютера на принтере. Не зря жанр называется интерактивная литература. Да, на самом деле в 80-м году было уже немало игр такого плана, и, можно сказать, даже некий бум Interactive Fiction случился, поскольку до того это были какие-то одиночные игры. И, в частности, на сайте MobiGames указано аж 44 игры жанра Interactive Fiction за 80-й год. И уже сложились даже свои метры. В этом жанре, например, Скотт Адамс, который начал писать текстовые квесты, уже в 78-м году, как только появились персональные компьютеры, и к 80-му году сделал уже 8 штук. Ну, а напомним, что основы жанра были заложены в игре под названием Colossal Cave Adventure, где игроку нужно было выбираться из системы пещеры, следуя лабиринты, находя предметы и обходя преграды. А создатели Zorg захотели переплюнуть её и все остальные игры и сделать самую лучшую игру в жанре Interactive Fiction. И начали работать в 77-м году, когда появился первый рабочий прототип. Да, а саму игру Adventure, переработанную, выпустили, как ни странно, Microsoft. Одна из первых игр на IBM PC была как раз вот воссозданием вот этой вот игры Colossal Cave Adventure, которая пришла с мейнфреймов. А первый Zorg был сделан на компьютере PDP-10. Создатели тогда учились, поэтому у них был доступ к университетской сети и, соответственно, ко времени на вот этом вот компьютере. PDP-10 был популярен среди научно-исследовательских институтов, ну, был явно не домашним, ведь стоил он несколько сот тысяч долларов. Цены на компьютере быстро падают, но не настолько быстро, чтобы к 80-му появилась база пользователей, которым можно было продавать свою игру для этой платформы и иметь какой-то доход. Тогда Infocom, как создатели Zorg решили окрестить свою компанию, обратили внимание на TRS-80, популярный домашний компьютер, который вполне справлялся с выводом текста на экран. Но Zorg занимал 1 мегабайт. Очень много по тем временам, по меркам домашних компьютеров, объем оперативной памяти у TRS составлял от 16 до 64 килобайт в то время. А обычная дискета вмещала в себя порядка 180 килобайт, то есть игру было просто некуда запихнуть. И ведь это один только текст, графики или звуков в игре не было. Поэтому авторы решили сделать так. Включить только часть мира Zorg, ограничиться сотней с небольших локаций, остальное приберечь на потом. И так появилась версия на TRS-80. Zorg отличался от других таких игр, во-первых, количеством текста и вниманием к деталям, продуманными пазлами и, конечно же, своим парсером, то есть языком ввода. Почти все такие текстовые игры на то время понимали лишь систему глагол плюс существительные, то есть два слова вроде «осмотреть комнату» или «взять книгу» и имели небольшой словарный запас. В Zorg можно было писать фразы вроде «поднять все, кроме трубы» или «повернуть переключатель с помощью отвертки». И здесь был поистине впечатляющий словарь из порядка 60 глаголов действия и 700 слов, которые понимала игра. Zorg довольно примитивен по своему сюжету, это такое юмористическое фэнтези, где суть в том, чтобы отыскать сокровище подземной империи и вернуть его вот в маленький белый домик, в который вы видите в начале. Но здесь был главным явно не сюжет. А процесс, описание локаций, предметов, то, что с игрой можно было общаться, она отвечала. И это было чем-то новым. В итоге Zorg разошелся огромным тиражом и был перенесен почти на все имевшиеся тогда компьютеры. Даже компьютеры для бизнеса, которые особо не имели своей игровой сцены. Zorg — должник компании Infocom, которые по сей день являются самыми известными авторами текстовых квестов, которые они выпускали до конца 80-х. В серии вышло более 10 игр. Одним из последних релизов Zorg стало его переиздание на PlayStation и Saturn в 1996 году с графикой исключительно для Японии. Да, но здесь надо сказать, что впоследствии остальные части этой игры, то есть этого мира, постепенно продолжали выходить. Их вышло довольно много, в том числе и уже более поздние продолжения в 3D. Но это уже совсем другая история. А мы вернемся к нашему 80-му году и посмотрим на еще одну примечательную игру. Как вы отреагируете, если мы скажем, что в 80-м году уже были игры, использующие кино и телевизионные лицензии? А ведь они были. Одна из значимых игр этого года основана на сериале The Prisoner или Узник. Этот сериал появился в 60-е годы в Великобритании, оставил заметный след в истории. Сюжет здесь заключается в том, что герой сериала, шпион или секретный агент, внезапно решает уйти в отставку, не объясняя никому, в чем собственно дело. Его отпускают, но затем похищают, и он оказывается в деревне, внешне идиллическом поселении, которое тем не менее является тюрьмой для своих обитателей, где люди лишены своей идентичности, используют лишь присвоенные им номера. А у героя здесь будут всякими способами пытаться выпытать причины его ухода со службы до самого конца сезона. Игра же пытается воссоздать ту атмосферу при помощи жалких способностей первых массовых персональных компьютеров Apple II, Atari и TRS-80. Prisoner начинается с того, что мы узнаем свои причины об увольнении. Они представлены числовым кодом, и понять, в чем истинная причина, нельзя. То ли мало платили, то ли плохо кормили, а может начальник был гей и приставал. В любом случае нас сразу предупреждают, что код ни в коем случае нельзя никому говорить. Цель простая – сбежать из этой деревни или острова в игровой версии. Все начинается с того, что нас доставляют в тюрьму, и первым испытанием становится лабиринт, где нужно, ориентируясь на вид сверху, а также вид от первого лица, выйти из него наружу. Впрочем, здесь игра сразу же показывает свой нон-конформизм. Чтобы сбежать из лабиринта, можно вместо плутаний просто нажать клавишу Escape на клавиатуре. Но после побега из первой локации честным или хитрым путем, у нас уже пытаются выпытать тот самый номер из начала. И наверняка ряд игроков погорели уже тут. А далее нас ждет 20 разных строений на острове, в каждом из которых притаилась какая-то мини-игра или активность. Здесь есть и магазин, и банк, и тюрьма, и дом управляющего, и много чего еще. В оригинальном релизе это было 20 отдельных программ на языке Basic. И эти игры варьировались от простых сравнительно лабиринтов до целых экономических стратегий, конечно, достаточно базового уровня. Да, для того, чтобы сбежать с острова, нужно разгадать его загадку. Но перед этим также нужно набрать определенное количество баллов. The Prisoner записывает действия игрока, и за борьбу с системой он получает очки, а за конформизм их отнимают. Можно даже работать на тайное сопротивление и гадить опрессором в обмен на баллы. Например, отредактировать заголовок в ежедневной газете. Причем решение загадок может часто быть нетипичным или даже абсурдным. Кажется, что разработчик ожидал, что игроки посмотрят на исходный код программы, и попытаются, если не поменять его в свою пользу, то хотя бы понять, как та или иная часть работает. Например, в одной части вас просят вести код на экране, который включает квадратные скобки. А на оригинальной клавиатуре Apple II их просто не было. Это и многое другое определило статус узника как культовой игры и попыткой пойти в разрез с потоком простых аркад или текстовых приключений. Но далеко не все игроки одобрили подобное, не говоря про то, как в это играть сейчас. Кстати, одна из игр, где в основу положена борьба с системой и неочевидные решения, это Dude Stop. Гораздо более светлая и юмористическая вещь про то, как игрока привлекают в виде бета-тестера к разработке игры. И он должен выполнять инструкцию голоса за кадром, чтобы продвигаться дальше. Или не должен. Он может действовать им вопреки. Но выбор остается. Да, но вот этот Призонер стал действительно такой уникальной игрой, которую сейчас вряд ли возможно сделать, потому что она требует от игрока не только играть, но и разбираться в тексте программы, пытаться ее взломать. То есть такая игра с элементами хакерства. Попытаться обмануть игру. Ну сейчас есть такие игры, которые тоже элементы программирования даже включают и ничего не продаются. Так что шанс есть. Надо просто знать свою аудиторию. Ну да, сейчас тоже очень много игр, о чем мы еще поговорим. Наверное, все из вас слышали про игру War Thunder, где мы пилотируем самолет времен Второй мировой войны. Но ее корни можно отследить вот к этой игре. Red Baron, или Красный Барон, разумеется, назван в честь немецкого летчика, который был грозой неба времена Первой мировой. Он сбил свыше 80 вражеских самолетов. Какая у нас мировая в игре от Atari сказать сложно, потому что все довольно условное. Тем не менее, Red Baron это трехмерный авиашутер. В то время все такие стрелялки были плоские, поэтому переход в 3D был чем-то безумным и совершенно новым. Здесь используется каркасное 3D, простые монохромные векторы без заливки текстурами или даже одним цветом, а полигонов очень мало. На земле есть условные горы, а в воздухе биплана противники и облака. Кстати, в качестве графического ускорителя здесь стоит 4 микропроцессорные секции AMD 2901. Игра довольно простая, не пытается симулировать физику или какие-то аспекты управления самолетом. Разве что в плоскую гору можно врезаться и разбиться. Задача тоже простая, сбить несколько вражеских самолетов, а затем совершить налет на цели на земле и подрывать дирижабли. Для этого в аркадном автомате есть аналоговый джойстик с одной кнопкой. А больше для такой игры-то и не надо. Красный Барон работал на том же железе, что и Battlezone, но не достиг того уровня популярности. Известный факт, что Battlezone послужил прародителем многих 3D-шутеров. Его использовали в армии США для тренировок и через несколько лет его портировали на домашние платформы. А вот насчет Red Baron достоверно известно только то, что он вдохновил Сида Мэйра начать писать серьезные игры и проложил его путь к цивилизации. Смотрите наш выпуск про Сида Мэйра и цивилизацию, если хотите узнать больше. Ссылка в описании к видео. Но это была не последняя игра о Красном Бароне 80-го года. На компьютере Atari также появился свой трехмерный авиасим, который имел длинное название. 3D Red Baron Dogfight Flight Sim. Но это еще более простая игра, даже примитивнее аркадного тезки. Трехмерность здесь это уходящие вдаль линии условной земли. Самолет противника тоже явно плоский, лишенный какой-либо анимации. При этом экран здесь обновляется не 30 или 60 раз в секунду, а всего 2 или 3 раза. Но даже с такой скоростью время одного сражения в небе занимает порядка минуты. А лучше всего здесь удался экран подбития. Еще один факт. В реальности Красный Барон погиб, получив пулю из зенитки сержанта Попкина. Кстати, мой ручной манометр показывает, что сейчас хороший момент, чтобы поставить лайк под этим видео. Но спустимся на землю. Если были авиасимуляторы, то может быть были и авто? В 80-м году игры про машинки были в основном либо вариантами каких-то аркад, либо очень условными рейсерами с топ-даун перспективой. Рейсер X от Nemco был вариантом Пэкмана с машинками в большем по площади лабиринте. Atari как раз делали гонку Monte Carlo с видом сверху, хотя в отличие от предыдущих, в ней автомобиль двигался не в одной плоскости и мог менять направление по трассе. Многие поздние игры используют ту же самую схему, будь то Micromachines, Death Rally или первые Grand Theft Auto. Такие проекты появляются по сей день. Но похоже, одной из самых интересных и впечатляющих игр того времени была Nürnberg Ring 3, Нюрнбергское кольцо. Игра была создана в Западной Германии, в отличие от почти всех игр, которые мы упоминаем сегодня, Рейнером Форестом. Причем этот человек целился не на рынок игровых автоматов, а именно на автосимуляторы, которые до этого предлагали Volkswagen или British Petroleum, но их решение использовали проектор или большой осциллоскоп, и это было дорого. Но когда он увидел Pong, то понял, что ему можно сделать и более простую конструкцию. Номер 3, потому что это третья версия автомата, первая появилась в 75-м, и была первым автосимулятором на автомате. Это гонка с видом из кабины, с динамически изменяемой трассой, прорисовкой фона, реалистичным звуком, который меняется в зависимости от скорости. К сожалению, игра очень редкая, и нет не то, что записей видео, но даже почти не найти фотоснимков в сети. Нет издампленного рома, потому что, судя по этой рекламе, процессора в первых версиях не было, а игра целиком находилась на рассыпной схемотехнике. Только вместо одной платы, как у игры Breakout, здесь их было 25 штук. Хотя к третьей версии немцы все же переехали на процессор Z80, который контролировал большую часть игры. В случае с Нюрнберг Ринвелл интересно и то, что Atari и Midway украли немецкий дизайн в своих играх Night Driver и Night Racer, для чего представитель одной из компаний отправился в Германию, чтобы познакомиться с игрой и даже уточнить какие-то технические детали с ее автором. Клоны были выполнены на более оптимизированном железе и, разумеется, имели более широкое хождение. Но автор оригинальной игры не отчаялся и продолжил совершенствовать свое детище в 80-е. Самое интересное, что Atari давно нет в живых оригинальной, а компания Рейнера Ферста до сих пор делает автосимуляторы. Кроме Adventure и симуляторов появился и другой жанр – стратегии. Разумеется, стратегиями можно назвать и простые карточные игры или шашки с шахматами. Нас интересует что-то более необычное. И в этом году появилась одна из первых компьютерных адаптаций классической настольной монополии. Или вот пять вариантов Стартрека, но имеется в виду не сериал вообще, а текстовые стратегии про то, как Enterprise должен за ограниченное число кодов подбить все вражеские суда на карте и исследовать разные секторы космоса. Можно точно сказать, что в 80-м вышла первая официально лицензированная версия Стартрек. Да, но не только космический вариант морского боя был в 80-м году, но и стандартный морской бой на море. И компьютер Bismarck стал не только первым продуктом компании SSI, но также и первым серьезным варгеймом. Да, все мы знаем эти настольные игры с кучей правил, кучей фишек и особенностей, которые уже заполняли полки игровых магазинов в то время, и вокруг них сложилась определенная тусовка. Здесь же не нужно было раскладывать все из коробок и искать другого игрока, ведь в компьютерном Bismarck был искусственный интеллект, который управлял другой стороной. Правда, только одной из них — Германии. Потому что, по словам разработчика Джоэля Биллингса, написать логику искусственного интеллекта для Британии было куда сложнее. А для кучки немцев нужно было просто отойти подальше, чтобы они нашли англичане. Сценарий рассказывает о морском бое между силами Британии и немецким линкором Bismarck и его свиты, одним из самых крупных военных кораблей того времени. Просто спросите игроков World of Warships. В 1941 году немцы хотели отправить группу судов втопить британские конвои в Атлантическом океане, но сделать это до конца не удалось. О подходе Бисмарка узнали, и англичане напали первыми, в результате чего немецкий линкор получил повреждения и попытался отойти в порт для ремонта. Началась погоня, и этот сценарий моделируется в игре. Ну, насколько это было возможно в 80-м году. На экран выводятся карты Атлантики, покрытые туманом войны, и нужно было либо уйти от преследования, либо догнать гордость Крикс Марин и отправить её на дно. Но в реальности линкор Бисмарк британцы потопили, что нанесло большой ущерб репутации немецкого флота. Надо сказать, что создатели игры взяли за основу чужую идею, настольную игру Бисмарк середины 60-х, где рассказывалось о примерно таком же сценарии. А в то время не очень заботились об авторском праве. Да, кстати, игра за Призонер тоже была без согласия авторов оригинального сериала сделана. Там бы забавно было, на самом деле. Один из авторов, когда его спросили, а у тебя есть разрешение, он позвонил в эту компанию, которая занималась производством сериала. Спросил, а вы не возражаете, если мы откроем ресторан на тему вот этого сериала Призонера? И сказали, нет, не возражаем. И поэтому они решили, что у них есть разрешение сделать игру. Да, вот так было весело. Но, правда, там какие-то вещи всё-таки изменили. Например, в оригинале тюрьма эта называлась деревня, а здесь она называлась остров. Но так или иначе, вернёмся к Бисмарку. Что касается авторских прав, то издатель настольной игры Avalon Hill в 1984 году всё-таки подал в суд на SSI, но поезд уже ушёл. Да, деньги с продаж поздно взыскивать через 5 лет после выхода игры. Возможно, идея Бисмарка покажется вам слишком нишевой. Это так. Но игру купили 7 или 8 тысяч человек, что обеспечило начальный успех для SSI. Для 80-го это очень много. Ведь к началу года зарегистрированных пользователей Apple II было всего 30 тысяч человек. Кстати, использовать Apple II для своей игры Биллингс расподвигнул никто иной, как Трип Хокинс, который тогда работал в Apple. Ему даже сулили позицию директора в SSI, но о нём и его Electronic Arts мы уже рассказывали в другом выпуске. А что до компьютер Бисмарк, то хорошая реклама и почти полное отсутствие конкуренции сыграли свою роль и помогли SSI продолжить как разрабатывать, так и издавать чужие игры. Как, например, следующую, спортивную игру-симулятор американского футбола компьютер Quarterback. Бизнес-модель SSI будет явно непонятна сегодняшним людям. Они продавали игры в больших картонных коробках, в то время как многие продавали их в пакетиках или конвертах и просили за них непомерные 60 долларов, в то время как другие игры стоили в 2-3 раза дешевле. Зато внутри был профессионально оформленный и подробный мануал. Какие-то карты, справочные материалы, богатая компоновка вместо мутных стерокопий. Кстати, в первые годы они также не делали скидок на свой софт, и если мы посмотрим в каталог 1984 года, то там вот этот самый компьютер Bismarck продаётся за те же 60 долларов, несмотря на то, что прогресс ушёл вперёд и игра уже устарела. Да, компьютерный Quarterback стал одной из первых игр, где SSI выступили в роли издателя, а сделал её другой человек. Дэн Бантон, который прислал вам копию на Basic и спросил, не хотят ли они её продавать. Если вы смотрели наш выпуск про Electronic Arts, то знаете, что он автор игры из их первого десятка под названием Mule, необычной экономической стратегии. Компьютер Quarterback – это тоже стратегия, но уже спортивная, посвящённая американскому футболу. Quarterback – это нападающий, который ведёт атаку и пытается доставить мяч в зачётную зону на краю поля со стороны соперника. Несмотря на то, что игра называется футбол, ногой по мячу почти не бьют, а бегают вместе с ним по полю и пасуют руками. А некоторые игроки даже не принимают участие во взаимодействие с мячом, поэтому название американского варианта регби-футболом вызывает массу вопросов. Здесь минимальное количество графики и нет даже фигурок игроков, которые были в спортивных играх на приставках тех лет. Вначале нужно выбирать стратегии нападения и обороны из списка, расстановку игроков и их действия. Этим игры про американский футбол отличаются от обычного футбола, где ты просто управляешь тем, кто ближе к мячу, например, в Na.S.L. Soccer. С Intellivision мы видим уже привычную перспективу, где поле показано под углом и под нему бегают фигурки футболистов. Здесь же всё происходит на экране, где условное игровое поле нарисовано слева, а справа идёт справочная информация, выбор стратегии, время и счёт. На поле скорее показывается, где сейчас находятся мячи, что делают игроки, выводятся текстом справа. Игра интересна тем, что идёт в реальном времени и в отличие от многих других спортивных и не только игр тех лет, имеет режим игры против компьютера, то есть искусственный интеллект. Это было как раз одним из важнейших условий от SSI Дэну Бантону для издания игры. То, что он должен был добавить возможность игры против компьютера. В итоге компьютер-квартербэк принёс SSI больше денег, чем их собственный варгейм в первый год. Всё же американский футбол в Америке был более популярным развлечением, чем варгеймы. Во следующие годы они даже выпускали дискеты с обновлением ростера команд, согласно реальным данным. Надо сказать, что это была не единственная симуляция американского футбола. Только что появившаяся компания Sierra Online, авторы известных нам Space Quest'ов, например, Phantasmagoria и других Adventure, сделали свой симулятор американского футбола под названием Hi-Res Football. Или же выходил, опять же, в то же время, более простой аркадный футбол для платформы Tandy Coco. То есть, Color Computer. Но в районе 80-х появился достаточно специфичный поджанр, который, наверное, почти не дошёл до наших дней, и посвящён он управлению ядерным реактором. Да, я бы сказал, что эта тема является следствием того, что тогда многие игры делались выходцами из научно-исследовательских институтов, которые имели доступ к компьютерам. Поэтому сейчас действительно сложно представить, чтобы крупные релизы включали в себя такие симуляторы. Но тем не менее, игры про симуляцию атомных реакторов существуют. Достаточно взглянуть на Steam и ввести там соответствующие слова. Вот. Но в 70-е, 80-е сформировался даже, можно сказать, поджанр таких симуляторов, который рассказывал о том, как устроены реакторы, и давал возможность ими поуправлять. Вот. Мы уже когда-то упоминали в серии про 8-битные компьютеры от компании Atari о игре Scram. Переводится как Кыш, но является еще и аббревиатурой ручное отрезание веревки или что-то такое. Да, Safety Control Road X-Man. То есть, вот эти стержни, которые в реакторе, в аварийном режиме нужно все вытащить, чтобы прекратить ядерную реакцию. Вот. Но, как оказалось, это была не первая игра, которая была создана на данную тему, ну и не последняя. Например, была известна игра про Чернобыльскую аварию на Commodore 64, но сегодня мы расскажем об игре 80-го года под названием Three Miles Island. Ну да, надо сказать немного, почему такое название. Вот этот трехмильный остров в том же 79-м году на нем произошел один из самых крупнейших в 20-м веке ядерных катаклизмов. Активная зона реактора практически расплавилась на большой процент. Интересно, что случилось это 28 марта 79-го года, и вот уже через год выпустили игру, которая симулирует вот эти события. Но, в том плане, что целью игры является недопуск этих событий, наверное, да? Хотя, также можно потерпеть неудачу. полноценный симулятор, то есть нужно обеспечивать прибыль от работы реактора, то есть нужно обеспечивать достаточно большую мощность его, и при этом не допустить никаких аварий, и контролировать стоимость ремонтов. Кстати, именно из-за этого, из-за того, что атомная станция стала экономически невыгодной, закрыли первый энергоблок, который более ранний, этой станции, Сремайл-Айланд, как раз в сентябре 2019 года, то есть она более 40 лет всё-таки проработал, а второй закрыли всего через год после запуска в 79 году. Вот, ну, сама игра, что о ней можно рассказать, это достаточно продвинутый симулятор, на самом деле, несмотря на то, что помещался на каких-то нескольких страницах исходного кода, семь, по-моему, экранов, демонстрирующих разные части станции, на каждой из них можно управлять включением-выключением турбин, насосов и клапанов, то есть это водяной реактор, в котором есть котёл под давлением, активная зона, потом несколько контуров водяных и турбины, которые пар, который создаётся в этом реакторе, превращают в электричество. Вот, и нужно следить за работой всех этих частей, ремонтировать, когда они случайным образом ломаются, но не совсем случайно, это всё зависит тоже от температуры, от давления, которые в данный момент, вот, и там даже сделана такая вещь, как зависимость от времени, то есть мощность, которая необходимо вырабатывать, ночью меньше, днём больше, и нужно под это подстраиваться, то есть, ну, достаточно серьёзные симуляторы. симуляторы Гомера Симпсона. Разработчиком этой игры стала компания Muse Software, те же самые люди, что издали известный Castle Wolfenstein, который явился предком Wolfenstein 3D, ну, как сказать, предком. Это была очень продвинутая игра, то есть, экшен с элементами стелса, вот такие дела. И, как ни странно, действительно, вот этих игр, посвящённым ядерным реакторам, было несколько. Вот, то есть, как вы можете видеть из этого видео, то, что вы даже в 80-м году на заре компьютерной эры уже были какие-то продвинутые игры, а не только самые простые аркады, в которых битые надо отбивать шарики или стрелять под надвигающимся на вас звёздным захватчикам. Да, но я бы сказал, даже тогда было больше разнообразия, в том смысле, что очень разные игры, ну, конечно, большую часть из них занимали текстовые, в том числе приключения, но были и исключения из этого правила. Для компьютеров, на самом деле, всё довольно просто, потому что самый популярный на то время компьютер, TRS-80, он не имел полноценного графического режима. Да, но если говорить про Apple II, который тоже уже, как мы видим, стал очень популярным, то там был графический режим, но он, скажем так, не всегда до конца использовался. Например, в той же The Prisoner практически вся игра состоит из текстовых сцен, и только лишь одна подпрограмма, когда можно было уйти за пределы этой деревни, а отображалось всё в графическом режиме высокого разрешения, всё остальное было текстовое. Вот, ну я бы ещё здесь заметил, что действительно, если вот покопаться в этих играх, очень много идей, которые в известных нам играх как-то эксплуатировались, мы можем встретить в тех вот ранних играх. Ты обратил внимание, да? Ну понятно, что всё откуда-то растёт, идеи как бы переходят дальше и дальше. Например, если смотреть на эти игры приключенческие, то была такая игра под названием Mad Scientist, где завязка сюжета и вся игра заключалась в том, что какой-то безумный учёный схватил подружку главного героя, утащил в какой-то особняк, и героя нужно туда проникнуть и её освободить. Ничего не напоминает Maniac Mansion. Ну да. Да, всё придумано до нас. Ладно, я думаю, вы поняли, что в 80-м году тоже было достаточно игр. Делитесь этим видео и ставьте лайки, если оно вам понравилось. И даже если не понравилось, тоже ставьте лайки. Потом мы найдём и накажем вас за это. Но опять же, если вам хочется, чтобы такие видео выходили чаще и были лучше, то поддерживайте нас на сервисе Patreon. У нас есть страница, где вы можете об этом почитать. Опять же, всем спасибо за то, что вы посмотрели выпуск до конца. Нам приятно, что у нас такая преданная фан-база. Это был 82-й выпуск подкаст All Games Room, а сами были его ведущие Вирджил и Димаус. До встречи в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok